И нам с этим разобрать, да? Всё. Дальше у нас план на... Это у нас была структура корпуса. Так. Basic, кросс, поделить повороты. Проходки, проходки можно прошли, повороты. Пальцы, локти, кисти. Да, рисовать пальцы я не буду, очень тяжело. Кстати, одно из самых сложных, что я рисую, а вот лицо и руки это очень сложно. Поэтому пока я рисовать в руке не буду, дабы не испытывать судьбу. Смотрите. Ну, у меня просто, знаете, получается, как у этого... Остапового интернета. Смотрите. Смотрите, ситуация следующая. По поворотам. Это веселая штука. Я не знаю. Я сейчас покажу вам повороты, дабы не получить моральные травмы. А не будешь смотреть сначала на нашу, да? Я вчера их смотрел. Повороты в линейный сайс. Подчеркиваю. В линейный сайс. Это означает, что мы повороты делаем на линиях. И выходим из них в линии. Не в дуге, не в зигзайле, не в еще что-либо, эллипсы. А в линии. То есть, если мы начинаем вращаться. Вот у вас идет бейсик. Раз, два, три. Вот мы на линии. Пять, шесть, семь. Начинается поворот. Если это партнер. С раз на раз. Раз. Правый. Дальше. Я разворачиваю корпус. Смотрите. Я пригружаю левую ногу с весом, но я не ставлю пятую. Я прокручиваюсь. Два. И на три я на правой ноге. На правой. Докручиваюсь в три. Остаюсь в линии и выхожу в пять. Еще раз. В линейной сальсе, девочки, подчеркиваю, нет вот этой фигни. Вот я подчеркиваю, этого нет. Просто я вчера это просто, вот я две сальсы ставил и в две сальсы я смотрел это. И ты правильно сделал вывод, что больше не надо было сальсом. Еще раз. То есть, я хочу, чтобы вы правильно танцевали. Пожалуйста. Если вы танцуете лей, во-первых, нету вот таких поворотов. Это не лей, это переступание через труб. Под названием цель солнца. Поэтому, вот, мелкий шаг вперед. Шаг мелкий до такой степени, до какой вам дает возможность сделать партнер. Партнеры, соответственно, когда вы, чем больше вы делаете вытаскивание партнерши на себя, тем корявее будет ее поворот. В линейке нету понятия больших шагов. То есть, вы легонько ее повели, тут же вы даете разворот после ее переноса веса. Вы даете ей разворот. Девочки, заметьте, я остался на той же линии, на которой стоял правая нога. И потом довернулся. И вышел. Один момент еще я вспомнил. Сейчас, ребят, от поворотов сейчас на секунду мы уходим и возвращаемся к бейсику. Я видел сегодня вот такой бейсик. Это надо будет потом как-то вставить туда, но такого не должно быть. Раз, два, три. Вы делали и делали так. Вот этого не должно быть. То есть, раз, два, три. Вот этого не должно быть. Подтягивайте ноги. Или пять, шесть, семь. Раз. Не подтягивайте ногу. На четыре, восемь не делайте вот этих подтяжек. Да? То есть, есть четкая структура, да? Левая, правая, полупроходной. Правая, левая, полупроходной. Все. Это лишний шаг. Я вам объясню, чем это грозит. Это грозит тем, что сейчас вы просто подтягиваете ногу, потом вы на нее скинете вес. Скинете вес, вас сбив ты уже по ногам. И чем быстрее музыка, тем скорее вы скинете вес. Потому что вы будете отцентровывать себе корпус, чтобы он был в балансе. Вот. Ну, то есть, тело хочет подтянуть ногу. Это понятно. Потому что ему удобнее стоять на двух ногах нежели на одной. Ну, так сложилось исторически, что я здесь делал. Вот. Но этого делать не надо. Возвращаемся к поворотам. Итак. Так вот. Когда вы делаете поворот, девочки. Тоже. Вот я почему вспомнил эту ошибку, потому что в поворотах очень часто делается такая ошибка. на начале поворота и потом разворачивается. Этого нельзя делать. Раз. Два. Довернулись. Три. И вышли. Пять. Шесть. Семь. Давайте сейчас сделаем вместе. Как думаете я сказал? И. Раз. Два. Пять. Шесть. Семь. Заметьте. У меня он не рваный. То есть нет понятия рванности поворота. Что такое рваный поворот? Вот это рваный поворот. Он должен быть целью. Раз. Два. Три. Пять. Пробуем. И. Раз. Два. Три. Пять. Остановились. Три. Три. Три.